Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Enot по стригу. Сегодня у нас на обзоре очередная машинка Moser, Moser Neo. Машинка эта позиционируется как профессиональная, но я бы скорее отнес ее к полупрофессиональным или домашним моделям. Давайте посмотрим, что же это такое, что за зверь, с чем его едят. Упаковка. Упаковка, в общем-то, стандартного для Moser форм-фактора. На передней панели у нас вот изображение машинки, название ее. На задней панели у нас перечислены основные какие-то достопримечательности этой машинки и указана комплектация, нарисована комплектация. Ну что ж, давайте вскроем эту коробочку и посмотрим, что же у нас там внутри, что там такого интересного лежит. Итак, первое это у нас макулатура, здесь у нас инструкция по безопасности, стандартный гарантийный талон и инструкция. Инструкцию рекомендую все-таки прочитать, тем более, что здесь есть на русском языке некоторые вопросы сразу же у вас отходят. И дальше внутри у нас лежит сумочка. Очень замечательная, очень удобная сумочка. Это, конечно, плюс, но с другой стороны сумочками комплектуются у Moser, как правило, все-таки не профессиональные, а домашние модели. Так что это нам как бы намек. Хорошо, смотрим, что же у нас входит в комплектацию помимо сумки. Само собой, это сама машинка с ножом, это у нас зарядное устройство, это у нас насадки, это у нас кисточка и масло. Масла у нас здесь немного, всего лишь там несколько миллилитров, 5 миллилитров. Это намного вам не хватит, тем более, что смазывать чем чаще, тем лучше. Ну, здесь производитель указывает, что смазывать надо не реже, чем один раз в 24 часа. Смазывается в пяти точках, везде по капельке. Но, на самом деле, лучше смазывать после каждого клиента, чтобы не было мучительно больно за испорченную машинку. Итак, масло, кисточка, это все хорошо, но нас не очень интересует. Насадки. Насадки здесь стандартные, мозоровские. Набор насадок, опять же, стандартный. 3, 6, 9, 12 миллиметров. Насадки обычные, сдвижные, то есть, здесь никаких защелок нет, просто туго натягиваются на нож и работаем. Со временем они, конечно же, немножко разбалтываются, поэтому периодически их приходится менять, чтобы в процессе работы она не слетела и не сделает танзуру своему клиенту. Ну, либо подклею там изоленту, либо там лейкопластырь, чтобы сидела плотнее. Хорошо, насадки это замечательно, все ходовые размеры есть от 3 до 12 миллиметров. Нет промежуточных насадок 1,5 и 4,5 миллиметра, но оно не особо-то и нужно. Дальше, зарядное устройство. Зарядное устройство здесь стандартное для всех профессиональных моделей, адаптер 6000. И здесь главная проблема этого адаптера, это проприетарный разъем. Оно бы не было проблемой, если бы этот адаптер, он со временем не перетирался. Здесь провод не очень надежный, поэтому не рекомендуется работать от провода. Возможность техническая такая есть, но не советую, поскольку провод хлипенький, может у нас перетираться со временем. И купить китайский аналог невозможно, приходится покупать оригинальные зарядки, что, мягко говоря, не очень бюджетно. Дальше. Сама машинка. Машинка у нас довольно симпатичная. Сверху у нас такой привлекательный белый глянцевый пластик. Это очень симпатично, но не очень практично. Во-первых, на белом пластике отлично видно маленькие волоски, налипшие. С другой стороны, поскольку он глянцевый, на нем хорошо будет видно царапины. Нижняя поверхность у нас из матово-серого пластика, к которому нареканий вообще никаких нет, претензий нет. Эргономика здесь очень удачная. Видите, здесь такие контуры плавные. Имеется выемка под руку, чтобы лежала очень хорошо. Кроме того, вот эта надпись Moser Neo, поскольку она такая ребристая, то она помогает пальцу не скользить, если там летом руки вспотели. Но это добавляет некоторой надежности хвату. Кнопка в удобном месте. С одной стороны, и очень легко включить. Привет машинкам для барберов от Волк, где вечно в каких-то непонятных местах выключатели. С другой стороны, при работе зацепить эту кнопку случайно практически невозможно. Она лежит у нас под ладонью. Она довольно-таки жесткая, поэтому случайно включить-выключить невозможно. Индикатор при работе никак не горит. Вообще никакой информации при работе не подает. Когда машинка разряжается, не мигает, не светится. Это плохо. То есть, когда у нас разрядится машинка, непонятно. При зарядке он просто мигает. Когда полностью зарядился, начинает мигать чуть пореже. Вот и вся информативность этого индикатора. До Chrome Style он, конечно же, ну никак не дотягивает. Вес. Машинка стала чуть легче, чем Moser Chrome Style. Весит 270 грамм, что, в общем-то, ни много ни мало. Примерно как все новые машинки Moser. Профессиональные. Поэтому здесь ничего нового нет. Нож здесь используется стандартный для всех аккумуляторных машинок Moser. Moser Magic Blade. Существует у них еще Moser Diamond Blade, который практически ничем не отличается. Только специальное покрытие. Ширина ножа здесь 46 мм. Регулировка длины среза присутствует. Вот здесь вот у нас снизу переключатель. Регулируется нож от 0,7 до 3 мм. 0,7 мм окантовку, конечно же, не делают. Ее можно сделать, но она будет грязная. Но такой довольно широкий ход от 0,7 до 3 мм позволяет и сведение выполнять при необходимости. Хотя для сведения лучше, конечно же, специальные машинки использовать. Машинки для фейда. Нож быстросъемный, поэтому его довольно легко чистить. Кроме того, Moser выпускает ряд сменных ножей для стайлинга. Ну, по сути, на сегодня один нож остался. Это нож Moser All-in-One, который там для декстурирования, для филировки и так далее. Окантовочных ножей для этой машинки не бывает. Триммер необходимо покупать отдельно. Дальше что рассказать. Мотор. Самая главная часть машинки это нож. Вторая по важности деталь это у нас мотор. Мотор здесь стоит неплохой, в общем-то, мощности. Порядка 2,9 Вт. Это хорошая мощность. Достаточно для подавляющего большинства типов фолос. Любой практически густоты. Но это все-таки меньше, чем у профессиональных машинок Moser. Таких как Chrome Style, Chrome Two Style, Genio Pro. Здесь мощность примерно в полтора раза меньше. Поэтому, если вы хотите что-то действительно мощное, лучше брать все-таки старших братьев, которые подороже, но помощнее. Ну и вообще есть там ряд мелких плюсов. Также надо отметить, что здесь у нас используется микропроцессорное управление. Поэтому питающее напряжение может увеличиваться. Если у нас там повышается густота волос, то здесь мощность довольно хорошая. Эти 3 Вт это гораздо больше, чем 3 Вт на каких-то дешевых китайских машинках. Либо тем более, чем на машинках с вибрационным двигателем, где даже 10 Вт это гораздо слабее, чем здесь у нас 2,9 Вт. Аккумулятор. Аккумулятор здесь стоит никель-металлогидридный. На сегодня его ставят довольно редко в профессиональной машинке. Пугают эффектом памяти. Эффекта памяти на самом деле там практически нет. Но тем не менее, на сегодня литий-ионные аккумуляторы более распространены и немного более долговечны. Машинка довольно легко разбирается. Если вам нужно будет те же самые аккумуляторы заменить. Здесь всего 3 винта. 1 винт, 2, 3 их откручиваем. Корпус легко располовиняется. Внутри все сделано довольно аккуратно. Показывать не буду. Поверьте мне на слово. Итак, для кого эта машинка? Эту машинку я все-таки не рекомендую для профессиональной работы. Не потому, что она плохая, а просто потому, что есть получше. К основным минусам можно отнести то, что мощность могла бы быть и побольше. То, что пластик здесь красивый, но все-таки не особо-то он долговечный. И отсутствие подставки. Да, многие машинки профессиональные не комплектуются подставкой. Но МОЗР всю профессиональную линейку оснащает зарядной подставкой, что очень удобно в работе. Отработали клиента, поставили в подставочку машинку, она у вас заряжается. Зато здесь в комплекте идет сумочка, в которой удобно хранить машинку и еще какие-нибудь мелочи можно закинуть. Так что начинающему мастеру, который может бегать с одной работы на другую, либо для домашнего хранения, это очень удобно. Давайте сделаем вывод. Машинка хорошая, но все-таки больше для начинающего мастера, для ученика и для дома. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях под этим видео, либо в нашей группе ВКонтакте, либо, допустим, в Инстаграме. На этом, пожалуй, все. Пока-пока.